Электроник Энтертеймент Экспо Электроник Энтертеймент Экспо Кроме того, Linux-клиент означает, что как только выйдет SteamOS и Steam-машины на ее основе, War Thunder тоже будет там работать без малейших проблем, поскольку SteamOS базируется на Linux. Электроник Энтертеймент Экспо Пока простые посетители нашего стенда знакомились с версиями для больших платформ, в бизнес-части E3 избранные журналисты и партнеры могли опробовать War Thunder с HT-прототипом Oculus Rift и взглянуть на раннюю версию нашего проекта для мобильных платформ. Но об этом как-нибудь в другой раз. В целом, E3 прошла для нас очень ярко и позитивно. Стриминговый сервис OnLife показал на E3 возможности своего облачного сервиса CloudLift на примере War Thunder. Посетители искренне удивлялись и радовались кроссплатформенным возможностям, а американская комьюнити получила возможность встретиться с создателями своей любимой игры. Мы добровольные модераторы комьюнити, а это подарок от руководства компании. И, честно говоря, это большая честь для меня. Ну а наша команда, хоть и изрядно вымоталась, вернулась домой с полным чувством выполненного долга. На этом всё. До встречи на Gamescom 2014. КОНЕЦ